МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расшифровывается Российская академия архитектуры и строительных наук. И строительных наук. Профессор, заведующий кафедрой реконструкции в архитектуре Московского архитектурного института, руководитель архитектурного бюро Мерал Студио. Здравствуйте. А также Ирина Крымова, архитектор, историк архитектуры, руководитель мастерской МОЗ-Проект-2 имени Пасохина, аттестованный эксперт Министерства культуры Российской Федерации. Ну, такие эксперты. А у нас всё равно для начала самые простые вопросы. Всё-таки, а что относится к культурному наследию? Обязательно ли это старый дом, весь ли это дом целиком? Что такое, в принципе, культурное наследие в архитектуре? Пожалуйста. Ну, вы знаете, культурное наследие в архитектуре – это, конечно, весьма широкое понятие. Но здесь надо отметить и обратить внимание на то, что практически любой объект является принципиально важным для города, для социума. И, конечно, наша позиция, что надо сохранять и охранять всё. Значит, что относится? Относится практически любое здание, выстроенное примерно 40 лет назад. Так что можно уже говорить о том, что, в общем-то, многое из того, что было выстроено в советское время, в потенциале может быть отнесено к объекту культурного наследия. Я сам немножко не точно сказал культурно, а речь-то идёт об архитектурном наследии. Я понимаю, что архитекторы, они дорожат вот каким-то, но ведь тогда все пятиэтажки, все хрущёвки… Я живу в этом наследии, получается. К архитектурному наследию. Правда, Ирина, пожалуйста? Ну, вообще, конечно, прав. Потому что какие-то районы… Чуть-чуть пониже микрофона, это будет вас слышно. Ага, да. Потому что, конечно, какие первые районы пятиэтажных домов, и это памятники гражданстроительства… И ещё кнопочку нажмите у себя, пожалуйста. Прошу прощения. Спасибо. Она у меня горела поначалу. Да. Действительно, некоторые районы, застроенные пятиэтажками, первые районы по праву относятся к объектам гражданстроительного наследия. Это в Черёмушках то, что, да? Да, да. Первый квартал. Да, первый, девятый квартал, который, по-моему, уже утрачен. И это действительно очень интересный, очень важный момент для развития советской архитектуры. Поэтому, да, конечно, это вопрос очень сложный. Но мы должны… Поскольку всё-таки архитектура, с одной стороны, это искусство, а с другой стороны, это совершенно очень чёткая деятельность, которая связана с законодательством, с нормами, правилами. Поэтому мы выделяем объекты культурного наследия, те здания, которые имеют статус. Статус. Вот определяется как раз вот… А кто решает? Вот я, например, могу решить эту проблему, написав экспертизу. У меня есть такая аттестация Министерства культуры. Я могу написать экспертизу. Могу это сделать по заказу, могу это сделать просто из каких-то своих соображений. Но обычно это заказ, и он, эта экспертиза утверждается органами, уполномоченными в охране культурного наследия. Ирина, подскажите… В данном случае Мосгорнаследие. А, Мосгорнаследие. Подскажите, пожалуйста, есть ли какие-то критерии, например, у постройки, чтобы она стала архитектурным наследием? Вот вы уже сказали, что 40 лет примерно должно быть здание. Есть ли что-то ещё? На каких основаниях такие решения принимают? Основания этого… Да, возраст. И это здание должно быть… Должно иметь историку, художественную ценность. А вот это уже достаточно сложный вопрос, потому что это субъективно. Какие-то организации считают возможным посчитать это математически, разбирать отдельно объём, фасад, имя архитектора, декор. Но на самом деле это совершенно не нужно, на мой взгляд. И специалист сразу видит, это действительно объект культурного наследия. Он сохранил подлинные элементы, он отражает свою эпоху, он чем-то уникален. Да, конечно. А вот подожди, подожди, вопрос к экспертам. На субъективный взгляд вообще, ну в Москве сейчас строится много, но тем не менее домов 40-летней давности. Какой процент, в принципе, из домов, из московских зданий вообще можно чисто теоретически, и на ваш взгляд стоило бы отнести к культурному наследию? Евгений. Вы знаете, ну это опять же достаточно субъективно. Субъективно, конечно. Да, это конечно. Но, допустим, значит, здесь очень важно это понятие среды, потому что если есть какой-то комплекс зданий, и складывается некая атмосфера вокруг этих зданий, ощущение времени, решение пространства, соответствующее решение масштаба окружения, то это уже веский повод для того, чтобы объявить это здание или комплекс зданий архитектурным наследием и, соответственно, памятником архитектуры. Вот смотрите, то есть, я так понимаю, идет такой процесс, когда все новые и новые здания, которые еще вчера были просто зданиями, завтра уже объявляются памятниками архитектуры. Вот я зашел на сайт как раз. Как же это правильно? Ну, подожди, департамент культурного наследия города Москвы. И здесь вот в новостях я читаю, что здание, где училась сестра Чехова 14 мая, новость, признали памятником архитектуры. Скажите, пожалуйста, кто проводит эту работу, находит эти здания, добивается их признания? Кто может быть инициатором, да? Ну, во-первых, заявить здание как объект культурного наследия может любой гражданин. Он пишет заявление, прикладывает несколько фотографий и первичную историю этого здания. Вот я сейчас почувствовал потенциал в нас, друзья. Да, да, да. Отлично. Но дальше, вот дальше тут уже есть некоторая сложность, которая недавно возникла в законодательстве. Дальше Мосгорнаследие, мы говорим о Москве, рассматривает эту заявку и своей комиссией, может быть, она привлекает секцию метод совета, определяет, целесообразно ли отнести это здание к выявленным объектам культурного наследия. После того, как они становятся выявленными объектами культурного наследия, эти здания, для них Мосгорнаследие заказывает экспертизу. И уже эксперт собирает дополнительные материалы и готовит экспертизу, отклонить или поставить на охрану этот памятник. В рамках этой экспертизы делается еще и предмет охраны, делаются предложения по границам территории памятника. Вот. Вот теперь вот этот термин. Все заметили? Какой? В какой-то момент наступает это поставить на охрану. То есть это некий процесс. Вот его поставили на охрану, и в чем дальше заключается эта охрана? Кроме того, что там табличка вот висит и... Ну, табличку повесят не сразу, дело не в этом. Просто любые работы, которые предполагаются на этом здании, будут согласовываться с департаментом культурного наследия. Хорошо, любые работы. Ну, а если... Ну, я так понимаю, работа, это будет, значит, какой-то инвестор найдется, захочет что-то сделать с этим зданием, и он тогда должен спросить. А если не найдется, а здание потихонечку, как мы знаем, уже и без того старое, они вешают как-то, требуют какого-то ухода, они обязательно должны дождаться какого-то инвестора, бизнесмена? Ну, вы не забывайте, что здание на государственной охране, так что поэтому в потенциале подразумевается, что государство несет ответственность за состояние и содержание этого здания. То есть они на балансе города находятся? Нет, почему? Они могут находиться на... Это не важно, на чьем балансе или кому принадлежит здание. Если оно признано объектом культурного наследия, то собственник или, я не знаю, управляющая какая-то организация, управляющая компанией, получают, они подписывают охранные обязательства, в которых прописано, когда они должны выполнять какие работы. За свой счет они это делают, да? Охранные обязательства им выдается за счет города. Я имею в виду, вот работы по этому обязательству они делают за свой счет. Работы они делают за свой счет. Есть какие-то небольшие программы, связанные с налоговыми льготами, еще с чем-то, я точно вам сказать не могу. Ну, то есть поощряется. Это очень дорого содержать объект культурного наследия. Но не все здания исторические, они могут быть признаны объектами среды, и они тоже должны сохраняться. Тем более они могут находиться на территории охранных зон, то есть непосредственно влиять с теми, имеются какие-то взаимоотношения с зданиями, которые до этого уже поставлены под государственные охраны. Но просто все здесь видели, что, как правило, вот это вот культурное наследие, оно к внутренности зданий вроде не относится. Нет, оно относится. Потому что мы так много видели, что просто вот сохранение фасада, а внутри все ломается и строится современная начинка полностью. Это делается в том случае, если к моменту постановки здания под государственную охрану интерьеры исторические, или ценные интерьеры, или мемориальные интерьеры уже были утрачены. Если к этому моменту интерьеры есть, то они, конечно, входят в предмет охраны, и они должны быть реставрированы. Мы правильно понимаем, что, в принципе, здание может быть признано объектом культурного наследия по частям. То есть вот либо фасад, либо интерьер, либо... Нет, здание... Или какая-то часть его может быть признана, какая-то часть будет обычной. Нет, здание будет объектом культурного наследия, но в его предмете охраны будут прописаны не все позиции. А вот то, что не будет охраняться, ну, условно говоря, вот, не знаю, перекрытие, которое когда-то заменили, или, я не знаю, окна, с ними можно хозяину... Нет, с ними нельзя делать все, что угодно, потому что, если мы не охраняем вот именно эти перекрытия, но мы охраняем местоположение перекрытий, потому что, если вы поменяете местоположение перекрытия, это будет отражено и на фасаде тоже. Это так не бывает. Более того, вот охранятся все несущие стены. То есть это уже никто никуда не денется. И, конечно, что вы еще спросили? Ну, я имею как раз... А, солярное заполнение оконных дверных проемов. Значит, при каком-то очередном ремонте, да, там будут сделаны новые окна и двери, но они должны быть сделаны или по сохранившимся фотографиям, чертежам, или сделаны по аналогам именно того времени, которое... А если, например, то же самое окно будет признано охраняемой части, то уже его изменить? То его нужно снять, ошкурить, дополнить, да, дополнить утраты. И, в принципе, конечно, идеально, чтобы это были подлинные элементы. Но окна, часто говорят, часто менялись. Как-то расхотелось быть хозяином дворца. Если можно, одну маленькую ремарку. Вы задаете очень хорошие вопросы. Это фактически фантомные боли из 90-х. Потому что в 90-е годы действительно творилась какая-то вакханалия. И, в общем-то, сносились какие-то внутренние перегородки, перекрытия. И достаточно, якобы достаточно было для города, чтобы сохранилась внешняя оболочка здания. Специалисты говорят о том, что в данном случае нарушается, соответственно, целостность сооружения. И мы уже говорим о частичной утрате объекта. И поэтому, конечно, все внутренние элементы декора, все оконные блоки, и не просто оконные блоки, включая стекло, это тоже является предметом охраны. И сегодня, если говорить о практике сохранения памятников архитектуры в Москве и в Российской Федерации в целом, то надо, видимо, поднимать вопрос, что эти условия прописаны недостаточно жёстко. Относительно дороговизное содержание мы с вами абсолютно солидарны, потому что всё, что Ирина перечислила, это далеко не полный, в общем-то, перечень. Для работы на памятниках культурного наследия, на памятниках архитектуры могут допускаться организации, имеющие соответствующие лицензии. И предварительно за памятником должны наблюдать специалисты Департамента культуры. И, скажем, архитекторы допускаются, имеющие, опять же, соответствующие категории для работы на этом памятнике. Тем не менее, случаются курьёзные случаи. Да ладно? Конечно, да. Вы не очень любите интернет, вы всё ещё любите бумажные письма. Газеты читают, да? Газеты читают. Это тоже хорошо. Но и в газетах тоже писали и прикладывали фотографии дома на Сверчковом переулке в Москве, где при реставрации барельефов каким-то образом, там такое было красивое женское лицо, которое превратилось в колобка. Вот. Понятно, что это не является общей практикой, но почему всё-таки такие случаи возможны в Москве? Кто за это отвечает? И кому вот жителям всё-таки апеллировать? Вот я иду, я вижу, что... И будут ли это исправлять главный вопрос? Да, что ж такое? Куда обратиться? Пожалуйста. Да, конечно, должны исправить. И, по-моему, я думаю, что я просто не следила, но я видела эти потрясающие фотографии. Да. Но это не очень новая история. Да, это старая история, значит, жаловаться надо в Мосгорнаследие. И в данном случае, я не знаю, что мне скажет Мосгорнаследие, но я пользуюсь случаем и пользуюсь вообще возможностью, я призываю всех жителей Москвы как можно чаще в электронном виде, в бумажном виде обращаться в Мосгорнаследие. Со своими предложениями, просьбами, жалобами, бить тревогу, потому что, конечно, город большой, тем более теперь ещё присоединилась новая Москва, очень сложно за всем уследить. И, конечно, бы очень хотелось, чтобы жители как можно больше обращались в Мосгорнаследие. Народный контроль. Да, да, у них есть такая возможность. И чем будет больше обращений по одному вопросу, тем скорее всё это будет услышано, сделано. И будьте как-то... Поактивнее. Поактивнее. И вообще, вот у вас есть фотографии старые, старых домов. Может быть, вы там ребёнка рядом фотографировали, может быть, вы ещё что-то делали. Вы делитесь этими фотографиями, вы их выкладываете в интернет. В общем, ну, не жалко. А, и ставьте хэштег, да? Да, да, да. Ставьте хэштег. Старая Москва. Старая Москва, да. Вот какая она была. Потому что иногда мы делаем какие-то работы, и нам очень важно найти фотографии, как вот было... Мозговое наследие, да, можно поставить хэштег? Можно. Друзья, ставьте, и мозговое наследие найдёт вас. Они тоже найдут, и вообще будут рады. И вообще мы все будем очень рады, потому что нам важно. Действительно, в 90-е годы была такая тяжёлая ситуация с памятниками, и даже какие-то фотографии 80-х годов нам теперь дают возможность что-то отреставрировать, что-то вернуть, вообще оценить масштаб потерь. И надо, конечно, дополнить, что, в принципе, чем более активна будет наша гражданская позиция, тем в конечном счёте более привлекательным и более красивым будет наш город. Это совершенно очевидный факт. А скажите, ну вот, лихие 90-е упоминались, а вот сейчас есть какие-то памятники, которые находятся в плохом состоянии, а может быть, те памятники, которые уже, может быть, уже и невозможно спасти? Да. Если есть такие примеры, то, пожалуйста, Евгения, Ирина. Да я просто думаю. Думаю, что нет. Есть просто здания, да нет, просто есть здания, в которых не живут, и которые находятся вот в каком-то промежуточном состоянии. Да, это очень странно, кстати. Это в основном центр, да, такой самый-самый центр? Они стоят там год или два. Да, и всё, уже там трудно, очень многое будет утрачено. Это не обязательно центр, это районы Новой Москвы, в которых чрезвычайно много деревянной, допустим, застройки, а это один из наиболее сложных объектов сохранения и приспособления для каких-то современных нужд. Евгений, ну раз уж мы затронули тему проблем, скажите, пожалуйста, какие вообще сегодня есть проблемы с реконструкцией памятников? Вообще, самые больные темы, да, в этой области. Вы знаете, самые больные темы, я бы начал бы с очень простой темы, это текущая эксплуатация, потому что есть эксплуатирующие организации, и понятно, что у них, в общем-то, весьма ограниченные бюджеты, хотя по законодательству даже расценки на ведение строительных ремонтных работ в памятниках архитектуры, они в разы отличаются от расценок для рядовых зданий и сооружений. И, конечно, одна из основных проблем – это выявление предмета охраны, потому что зачастую в документах, с которыми мы сталкиваемся, и вы, в общем-то, правильно сказали несколько минут назад, упоминаются фасады. И мы теряем козырьки, крыльца, своеобразным образом решённые ограждения полисадников, интерьеры лестниц, камины, печи, карнизы, в общем-то, всё то, что в конечном счёте составляет неповторимый аромат того или иного сооружения. И за этим надо следить, и это, в общем-то, весьма и весьма дорого. Значит, далее вот такая большая серьёзная проблема – это фундаменты. Значит, сегодня Москва отнесена к категории карстовых территорий, и вот эта карстовая категория, она, в общем-то, появилась... Карсты – это провалы какие-то, пустоты в земле? Ну, это размытости, это пустоты, да. Они появились из-за того, что за очень долгое время, ну, практически за весь, значит, 20-й век образуются какие-то свищи в подземных коммуникациях, и вот эта капля, которая уходила, значит, из этих труб десятилетиями, вымывает большие пустоты, в которой, в общем, зачастую, я думаю, знаете вы эти примеры, в центре Москвы проваливались буквально целые здания. Целые дома, да. Да, да. И вот в этой ситуации, конечно, особо сложные, особо дорогостоящие работы – это отслеживание состояния фундаментов, потому что есть определённые просадки, эти просадки надо устранять, это очень непростые работы, но которые необходимо делать, потому что в конечном счёте это объективно возможность и опасность потери памятника. Понятно. Ну, вы принесли с собой ваши ролики какие-то, если мы сейчас можем их поставить. Проекты, давайте посмотрим. Да, пожалуйста, прокомментируйте то, что мы увидим. С вашими комментариями, пожалуйста. Давайте попробуем. Да, ну вот, значит, вы знаете, это усадьба Никольская в Калужской области, это реконструкция усадьбы Каменских на Зубовской площади, а это улица Мясницкая, дом Лобановых Ростовских. Ну, что можно сказать? Усадьба Никольская находится на границе современной Москвы. Этот дом, в общем-то, представлял руину. И ещё, конечно, самое страшное, что с ним произошло, прежде чем он был выставлен на торги, и с него сняли статус памятника, хотя это уникальный объект. И он был, в общем-то, куплен частным заказчиком. Слава Богу, это оказался весьма и весьма просвещённый человек. И он, в общем, вложил серьёзные суммы денег в настоящую реставрацию. Но при этом объект уже не был памятником, то есть это по доброй воле человек сделал. Это была добрая воля человека, и, в общем-то, слава Богу, что это произошло, потому что иначе мы бы потеряли весьма и весьма любопытный объект нашей истории. А где это находится? В какой части Москвы? Нет, это не часть Москвы, это Калужская область, Жуковский район, село Никольское. А тогда, ну, в качестве примера, вот и в дальнейшем использовании этого уже отреставрированного здания, а дальше что? Это теперь стало личной, я не знаю, вотчиной этого просвещённого человека? Это семейное гнездо, да, это личная вотчина этого человека. То есть, в принципе, вот одна из... Он это делал для своей семьи. Ну, то есть, это фактически вернувшаяся усадебная история. А вот если говорить о Москве, вот, мне кажется, вот для жителей, которые, ну, так сказать, живут в том же самом центре, или вдруг, если будет признана какая-нибудь одна, единственная пятиэтажка объектом культурного наследия, для них же это проблема жить, ведь дальше это ведь вопрос ремонтов, вопрос перепланировок, вопрос, я не знаю, смены всей внутренней инфраструктуры. Ведь не только для инвесторов, это и для жителей проблема, если дом жилой? Вы знаете, если хотите, да. И, допустим, в общем-то, для подобных зданий, конечно, надо искать энтузиастов, потому что, значит, либо менять какой-то формат этого жилья, потому что, да, возможны вот эти конфликтные ситуации, когда, в общем-то, в обычном формате за последние 30-40 лет, конечно, поменялись представления, ну, и о комфорте, значит, и о том, что нужно для нормальной жизни. Конечно, это вопрос, его решают архитекторы в каждом конкретном случае, и не всегда, конечно, ситуация должна заканчиваться тотальным сносом. Ну, нет, я даже имел в виду не снос, а обычную жизнь, в принципе, там, условно говоря, поставить в ванной джакузи условия. Нет, 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 ты будешь говорить, что я живу не в старой, в старой развалюхе, а будешь говорить, что я живу в антикварной квартире. В антикварной квартире. И машина у меня тоже антикварная. Но сколько, да, будет поддержание этого антиквариата, сколько это будет стоить для жильца, это, наверное, большая проблема. А ведь там не только те, кто скопили огромное количество денег, а те, кто живут там испокон века. Для них вот какие-то сложности, да, Ирина? Да, я готова рассказать. На самом деле, многоквартирные жилые дома – это особая история. Их до 90-х годов вообще не хотели ставить под государственную охрану, и совершенно замечательные здания не имели охранного статуса. Сейчас с этим проще. Просто предмет охраны, во-первых, ограничивается очень часто подъездами, лестничными маршами, лестницами, фасадами, объёмно-пространственное решение, вот все эти благоустройства оригинальные. Кстати, надо сказать, что благоустройство, ну, было всегда это не какое-то ноу-хау, есть благоустройство приёма 30-х, 50-х, 60-х, 70-х годов. Всё просто оно как-то утрачивается быстрее, чем здание. Ну да, ну нет, а, знаете, вопрос... А вот для жителей, вот для жителей на самом деле всё не так страшно. Они могут сохранять какие-то интерьеры, есть энтузиасты, а фасады на самом деле реставрируются за счёт фонда ремонта и за счёт каких-то ассигнований. Ну, просто вот рядом с домом, в котором живу я, находится 12-этажное здание, которое вот сейчас будет признато... Оно уже выявлено объект культурного наследия и будет поставлено на охрану. И вот в этом доме, ну, он со сложным декором, он с гранитными деталями, этот дом. И мы очень переживали, что что-то будет утрачено, утрачены вазоны, утрачено оформление. Но этому дому повезло. В этом доме живёт сын архитектора, который построил этот дом. И вот он этим занимается, и он выбил деньги. Сегодня он мне позвонил и сказал, да, есть деньги, давай мы подумаем, кто из реставраторов из-за этого отнётся. Я просто думаю, что содержание таких непростых форм на территории общего пользования может сказаться на квартплате потом. Ведь это не просто подмести, а все эти вазоны надо как-то мыть, красить. Фасады, да, фасады, это не будет отражаться на квартплате. Это как-то перераспределяется. Хорошо. Ну, подождите, но в этом доме нельзя новый лифт построить или можно? Можно. Можно. Хорошо, а в этом доме нельзя повесить кондиционер за окном? Нельзя. Ну, вообще, вы знаете, кондиционер вот так прямо за окном нигде нельзя построить. Повесить вообще. А, это всё... Да, это как-то есть норма. Это всё самостроит, да. Потом, понимаете, например, изменить форму окон в многоквартирном жилом доме, даже если это не памятник, вы тоже не можете. А, ну, это... Простите, а кто может придраться вот к такому висящему снаружи кондиционеру на доме, которому хотя бы 41 год, например? Ну, на самом деле, это власти, которые за этим должны следить. Они в какой-то момент закрывают глаза, но на главных фасадах кондиционер быть не должно. А потом открывают. Вот раздолье для соседского террориста. Вы знаете, по поводу всё-таки реконструкции и реставрации... Последний вопрос. Последний вопрос, да. Видимо, существует какая-то классификация, потому что какие-то памятники реставрируются сразу, а какие-то дома, мы видим, вот здесь уже упоминалось, стоят по 2-3 года, завешанные просто сетками, и там ничего не происходит. Почему такая разница в отношении, существуют ли там какие-то, не знаю, сорта или степени важности, как всё устроено? Ну, знаете, самые ценные здания, это здания, которые имеют федеральный статус. Но они не будут быстрее. Просто это уже речь идёт об организации. То есть вначале надо подготовить всю документацию, решить все вопросы с предметом охраны, с проектом реставрации. И только после этого люди должны оттуда выезжать. Пока живут люди, памятник ничего не... То есть архитектурного наследия, как говорится, первого и третьего сорта не существует? Нет. Спасибо. Так я и могу. Ну что же, спокойный, но нужный и важный разговор мы для себя кое-что почерпнули. Особенно вот это вот... Мы теперь не просто так гулять будем во Москве, а с телефончиком... С прищуром смотреть на фасады зданий. Сообщество архитекторов. И сегодня мы беседовали с Евгением Полянцевым, членом-корреспондентом Российской академии архитектуры и строительных наук, профессором, заведующим кафедрой реконструкции в архитектуре Московского архитектурного института, руководителем архитектурного бюро Мерл Студио. Спасибо большое за то, что вы нам рассказали. Спасибо. Помогала нам Ирина Крымова, архитектор, историк архитектуры, руководитель мастерской Моспроект 2 имени Пасохина, аттестованный эксперт Министерства культуры России. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш труд и что просветили нас сегодня. И главное, вовлекли нас в этот процесс. Мы теперь часть сохранения наследия. Москвичу.